Друзья, на часах 7.40 в нашей студии гость Валентин Лобанов, художественный руководитель, дирижер, лауреат премии Республики Крым. Доброе утро! Доброе утро, здравствуйте! Валентин, смотрите, сейчас идет очень активное голосование Великимина России. Вас спрашиваю, кому отдаете предпочтение? Я слышал об этом голосовании, знаете, вот честно, ехал по городу, слушал радио, и слышал как раз вот эта тема о том, что хотят дать нашему аэропорту красивому имя какого-то выдающегося деятеля Крыма. И я сразу же подумал о том, что аэропорт должен носить имя Алимдара Караманова, нашего выдающегося композитора, величайшего симфониста 20 века, который прославил не только Крым, прославил вообще православную культуру, написал там около 20 симфоний для оркестров, больших, реквием. В общем, это выдающийся композитор 20 века, на уровне Шостаковича, просто, к сожалению, мало о нем слышали, потому что он вел достаточно затворническую жизнь в Симферополе, когда уехал сюда. Но вообще, выпускник Московской консерватории, выпускник нашей музыкальной школы первой, училища, в общем-то, человек, который здесь похоронен, прожил всю жизнь. Друзья, думаю, точно, вот десяткой никак не обходишься сегодня, тем более еще добавился вы на Ясенецке, уже 11, смотрите, и ваше предложение тоже достойно очень внимания. Валентин, пригласили вас-то в гости по какому поводу? Сейчас вот грядут выходные, День народного единства, а вы мимо этого праздника никак не проходите. И знаем, что сегодня у вас что-то очень интересно подготовлено для наших сиферопольцев. Мы, я так понял, что одни из первых в городе начинаем отмечать этот праздник для нас. День единства, потому что вчера я открыл новостную ленту, сказали, что вот в Симферополе со 2 ноября начинается празднование этого события различными мероприятиями. Ну, мы сегодня играем концерт, мы, так сказать, будем в первом ряду, сегодня первое число, поэтому он первый. Класс. И сегодня 11 месяц, еще две единицы. Вот, поэтому первое число сегодня, в 18.00, наш оркестр русских народных инструментов имени Георгия Шендерева представляет программу для наших гостей, для жителей города Симферополя, которая называется «Музыка народов Крыма». Это традиционный концерт, который мы даем вот именно на День единства, потому что как раз повод объединить культуры нашего полуострова, ведь наш полуостров – это такой перекресток различных культур. Здесь проживают различные народы. Я вообще, знаете, как говорю, что Крым – это такая маленькая Россия в миниатюре. Здесь собрано очень много различных националистов, конфессий и так далее. Поэтому сегодняшний концерт, посвященный вот этому событию, он будет проходить в центре эстрадного искусства на улице Пушкина. Это здание музыкальной школы номер один. И в 18.00 мы приглашаем всех жителей на этот концерт. А вы же понимаете, приглашаются все в ход свободный, и надо, наверное, заранее приходить, потому что места для всех жителей города не хватит. Кому интересно, естественно. Вот программа, я понимаю, знаете, вот каждый год нужно подходить как-то интересно, чтобы чем-то удивлять зрителя, слушателя. Сюрпризы. Сюрпризы будут. Будут пьесы, которые мы никогда не играли, будут инструменты, которые никогда с оркестром у нас в городе не слышали. Это такой маленький сюрпризик будет, поэтому я думаю, это будет интересно. Будет премьера небольших произведений, которые тоже прозвучат впервые на этом концерте. Ну и мы покажем, как по возможности широко наши национальные, так сказать, различия культурные в этом концерте. Такие вот у нас сюрпризы. Помимо этого будет с нами еще играть мальчик, небольшой мальчик с музыкальной школы города Севастополя. То есть к нам приедет еще гость Севастополя, который будет играть с нами впервые, и у него будет дебют с оркестром. Ой, как это прекрасно. Первого числа, 11-й месяц, сплошные единицы, у кого-то будет дебют. А вы знаете, вот когда стартуешь с такой хорошей цифры, ну это прямо вот, это знак свыше, значит, вот только вперед. Друзья, у нас сегодня в гостях есть собственный свой рояль в кустах, назовем так. У нас Юлия Цурикова, в руках у нее мандарина. Петь она не будет, танцевать она не будет. Она сейчас нам сыграет что-нибудь этакое. Юлия. Вот именно этого я и ожидала. Юлия заходила на страницу к Юлии, а у нее прям вот афиша висит и говорит, приходите, друзья, будет, ого-го, как интересно. Скажите, это предполагается, чтобы звучать? Предполагается, да, что будет сегодня звучать мандолина с оркестром. И помимо мандолина еще у нас балалайка, у нас будет такой дуэт необычный. Балалайка и мандолина. То есть итальянский инструмент и русский в одном произведении играем греческую музыку. Вот так. С ума сойти, вот это единение. У нас вот такой вот, так сказать, понимаете, ассортия такая у нас музыкальная из инструментов. Ну, это очень круто. На самом деле, когда вот так находите разные инструменты разных национальностей, все объединяете и приходите к общему такому музыкальному знаменателю. Желаю вам, чтобы порадовали, чтобы слушатели остались довольны в 6 вечера. Еще раз напоминаем, вход свободный, а вы адрес? Пушкин 19, дробь 11, здание первой музыкальной школы. Приходите, ждем вас всех гостей на концерт. Друзья, выбор остается за вами, но тем не менее, это хороший повод провести сегодня классный вечер.